Всем привет, меня зовут Александр Лютиков и сегодня мы наконец-то можем объявить, где состоится следующий бой Александра Шлеменко. 5 сентября, Владивосток, соперник Крис Ханникотт, который был финалистом чемпионата NCAA по вольной борьбе и провел 11 боев в Беллатар. Почему Александр не в UFC и почему турнир будет проходить на корабле, все это обсудим. А перед этим должен поделиться новостью. Первые 20 зарегистрировавшихся фонбет по промокоду FIGHT4 при пополнении счета на любую сумму получат фри-бет в 500 рублей. Подробности по ссылке в описании. Ну а теперь поговорим о таинственном турнире во Владивостоке. Александр, ну расскажи нам, что это за загадочный турнир во Владивостоке на борту круизного лайнера 5 сентября, где ты будешь драться с Крисом Ханникоттом, американцем из Беллатар. Ну, почему загадочный турнир? Он уже должен был, кстати, стартовать. Это, знаешь, надеюсь, в России зарождается новый промоушен. Нам это, кстати, очень нужно, это полезно для наших бойцов. Почему? Потому что ты сам много делал видео и много говорил, что сейчас многие промоушены крупные испытывают трудности в России. И вот у нас появляется еще один игрок. Так, надеюсь, что, как говорится, они очень хорошо и далеко поплывут. Первый турнир у них должен был пройти на форуме в Санкт-Петербурге в этом году, но сорвал. 1 июля. Да, было вероятно, что я там тоже мог принять участие. Но не сошлись там, не договорились, но это неважно. Здесь я рад, что наконец-то это можно уже говорить, можно об этом объявить. Почему? Потому что все-таки, знаешь, как говорят, первый блинком, надеюсь, здесь такого не будет. Но сложности, сложности, кстати, присутствуют в организации, так как видно, что организация молодая. Это первый турнир. Например, вот долгий анонс ждал я наконец-то. Что, понимаешь, я всем говорю, что я могу драться. Вернее, не могу, а буду драться, я готовлюсь. Я все спрашиваю, что где будешь выступать, с кем. Но я понимаю, что сказать-то я не могу еще и как-то вот так. Ты уже давно знаешь ведь? Ну, на самом деле не скажу, что прям давно, но месяца полтора-то я точно знаю. И соперника, и время, и место, да? Ну, опять же, смотри, приблизительно. Почему? Потому что все же может сорваться. Соперник 100% будет, когда он получит визу, когда он прилетит. Конечно же, да, давно переговор. Тем более, Ханникат меня еще вызывал на разине подраться. Вот мы ему предложили более, мне кажется, лучший вариант для него и для всех. Подраться почти в Японии, но не в Японии. Меня удивило место проведения, это круизный лайнер, что говорит примерно о том, что там ограничено количество посадки зрительных мест. И, соответственно, я так понял, что туда могут пройти только участники форума или нет? Если честно, я вот затрудняюсь прям конкретно ответить на этот вопрос. Он должен быть внесен в программу форума. Я не знаю, внесен сейчас, не внесен, точно мне сложно сказать. Ну и я так понял, сам весь форум будет проходить на этом корабле. Организации, которые проводят, у них очень большой опыт телевизионных, трансляций. Мне кажется, они очень хорошо сделают и продакшен, и трансляцию телевизионную. Смотри, сразу появятся люди, которые скажут, Александр, ну мы тебя ждали в UFC, а ты вот идешь в Владивостоке на круизном лайнере играться. Ну знаешь, мне приятно, что здесь появится новый промоушен. Что на этом промоушене могут появиться другие ребята, которые только начинают. И понимаешь, давай честно, если бы я не выступал на этом круизном лайнере, может быть кто-то другой выступал, а может быть и нет. Ну как в Петербурге отменили турнир, насколько я понимаю, когда с тобой не договорились. Ну да, поэтому знаешь, в UFC успеем мы туда прийти. Все еще будет, все будет нормально. А ты знаешь, кто кроме тебя будет драться на этом лайнере? Если честно, нет, ну опять же, я же говорю, я только сейчас наконец-то вроде официально подтвердилось, и то это ты мне сказал. Поэтому мне сложно, ну там будут драться, будут драться, конечно, ребята. Знаешь, у нас сейчас на самом деле такая ситуация, что бойцов больше, чем предложений. Поэтому знаешь, сейчас я не спорю, сложно сделать главные бои, это сложно. Чтобы это было интересно, чтобы был действительно, ну такой значимый бой, значимый боец, который будет медийно известный. Свободных агентов не так много у нас в России. И чтобы, знаешь, вот так стартовать с новыми промоушенами, с громкими боями, вот это сложно. А насчет того, кто там еще будет драться, ну это же вообще несложно, ну несложно, мне кажется, организовать карту. Будет ли преувеличением или, там не знаю, забегание вперед сказать, что если ты выиграешь, ты подпишешься в UFC и можешь в 2019 году дебютировать там? Я не буду забегать вперед. Я, если честно, я UFC рассматриваю, но не в ближайшее время. Я не ставил для себя никогда целью любой ценой туда попасть. Я хочу там подраться. И я думаю, подерусь, но если будут какие-то жесткие сложности, мне нужно будет там как-то унижаться, еще что-то, мне это не нужно. Ну то есть ты на каких-то уважительных к тебе условиях готов туда пойти? Ну конечно. И на самом деле, знаешь, я опять многим же говорю, я еще до конца с белатором разошелся. У меня целый год первого правила, первого отказа. Многие тоже забывают, я хочу просто пояснить, что это такое. То, что лично белатор мне может спокойно не дать подписаться в UFC. Вот две секунды. И я буду обязан, что это такое, например, мне предлагают UFC, к примеру, контракт, там, не важно, там, на условиях 50-50, к примеру, да, там, 10-10, 20-20, не важно. Белатор имеет право предложить ту же самую цену, и я должен буду у них драться. Понимаешь? И это длится целый год. Целый год у нас, это сколько? Последний бой я отбился, получается, в ноябре. С ноября. Нет, контракт в январе кончился, да? Контракт в январе, но тут надо уточнять. И вот целое это время, понимаешь, я спокойно могу без спроса выступать в одиночных боях, как свободный агент, легко. Ну, понимаешь, в одиночных боях я не могу выступать в таких организациях, как UFC. Это и усложняет подписание мое сейчас в UFC, именно вот из-за этой ситуации, то, что есть право первого отказа. Поэтому, знаешь, мы не спешим пока с моим менеджером. Мы выступаем в одиночных боях, слава богу, что как свободный агент у меня есть востребованность на одиночные бои, хотя на самом деле это не так просто находить именно одиночные бои. Ты сам понимаешь, да, что любой организации выгодно, чтобы ты у них остался надолго. Для Беллатора неинтересно конкурировать с RCC, с Райзеном, там, еще с кем-то. Им на самом деле плевать, если я туда пойду, да, вот. Но, если это будет UFC, тогда, знаешь, у них это принципиальная позиция почему-то, которая для меня может быть не очень хорошей. Крис Ханникат, расскажи нам про своего соперника. Вы ведь выступали в одно время в Беллатере. Ну, Крис Ханникат очень хороший борец, он на хорошем счету среди вот борцов таких американских, у них там известные, знаешь, борцы, которые борются на университетский уровень, он очень известный, очень хороший, крепкий борец. Мы с ним выступали на многих турнирах совместных. Ну, что хочу сказать, непростой, непростой соперник, мне очень интересно подраться. Тем более, знаешь, многие знают, что у меня с борьбой проблемы. Я так не считаю, что у меня с ней проблемы, но у нас же специалисты считают, что проблемы, поэтому на самом деле для меня должен быть очень непростой соперник, прям очень непростой. Поэтому, ну, посмотрим, как получится. В твой зал приехали несколько человек, известных в России, это Роман Копылов, Шараф приехал, да? А кто еще? Еще Вася Курочкин приехал, потом Евгений Бундарь приехал. Ну, и наши пацаны с Новосибирска приехали, с нашей школы Шторм. Кроме Шарафа они уехали, остальные. Копылов на сколько приезжал? На две недели. Стояли в парах? Ну, немного, да. Ну как, аккуратно? Ты же меня знаешь, я всегда аккуратно стою. Ну, Рома еще, наверное, аккуратнее, чем я стою. Поэтому, сама аккуратность. Как вообще это случилось? Ты предложил, ребята предложили, давайте приедем. Да нет, очень просто. Шараф уже готовился у нас как-то. Вот, просто решил второй раз приехать. Ну, мне кажется, логично с его стороны. Почему? Потому что, во-первых, у нас подготовка идет, лично у меня. Плюс у Андрея Корешков готовится к своему бою. Плюс еще у нас там молодые ребята готовятся. Ну, и опять же, знаешь, где найти хороших бойцов в своем весе? Ну, это не так много, тем более, чтобы в одном месте. И, на самом деле, наш город довольно удобный для прохождения, подготовки. Я могу объяснить, по каким показателям. Во-первых, мы находимся в центре России. Правильно. И большинство ребят, которые сейчас к нам приехали, они все живут рядом. В Сибири и где-то вот, ну, в основном Сибирь, да, они все в Сибири, по сути. Там Тюмень. Кемерово. Да. И вот представь ребятам ехать в хороший зал, хорошо оборудованный зал, главное, с хорошими, сильными, с парень-партнерами куда-то в Москву. Но ты представь, это затраты вырастут как минимум в два раза, а может и больше. Ну, ждем тогда турнир, я сейчас прочту, как он называется, Росконгресс, Владивосток, Комбат Найт. Ну, отлично. Немножко длинно, но я думаю, мы запомним. Это же расшифровка. Получается как? Р, С, Р, В, С, М. Р, В, С, М. Все. Легко запомнить. Да, отлично. На этом все. Ждем турнир Росконгресс, Владивосток, Комбат Найт. Совсем скоро в своем инстаграме я опубликую подробности проведения этого турнира. Не забывайте про ссылку в описании на фонбет, где вы прямо сейчас можете успеть получить фрибет 500 рублей. И в закрепленном комментарии на лучшую сеть магазинов экипировки для бойцов Октагон Шоп, где вам доступна скидка в 25% по кодовому слову лютый. Боец, ты наверняка слышал о сети розничных магазинов Октагон Шоп все для одиноборства фитнеса. И сейчас я тебе расскажу, почему же работать с нашей компанией намного выгоднее. Весь товар находится в наличии в пяти розничных магазинах, куда ты можешь прийти и померить его. А команда экспертов поможет тебе с выбором. Если в том городе нет магазина, у нас бесплатная доставка. Не подошел размер, мы проделили срок на обмен и возврат товара. Отсутствуют риски, ты оплачиваешь за товар при его получении. Нашел товар дешевле, мы снизим цену специально для тебя. И каждому покупателю бонус в подарок. Октагон Шоп – твой путь к победе. 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 Октагон Шоп – твой путь к победе.